Мы живем в очень интересное время, время информатики, время очень развинутых технологий. Это настолько было непонятно и неизвестно раньше людям. Мы, наверное, люди 21 века, жалеем тех, кто были до нас. Какие же они были несчастные без Фейсбука? Какие они были несчастные, недоразвитые без интернета? Какие же они были ущемленные без телефона? Мы продвинутые, развитые. И мы понимаем, что находясь сейчас здесь, в этом помещении, мы становимся объектом всеобщего обозрения во всем мире. И как принято во многих часто церквях сегодня, выходя за кафедру, проповедник говорит, приветствую вас, дорогие братья и сестры, обращаясь к людям, которые сидят вокруг него. А потом поворачивается к камере и говорит, и всех тех, кто смотрит нас по интернету. Вот в какой век мы живем, братья и сестры. И я думаю, что когда Павел шел в Дамаск и встретился на пути со Христом, А если бы у него была эта возможность, наверное, бы сразу эта новость стала доступна всему миру. Но время, в которое жили наши предшественники, было абсолютно другим. Но что было тем же, и что останется всегда тем же, это Бог, неизменный в своем отношении к человеку, неизменный в своем отношении ко греху, вечный и праведный. И поэтому это занимало очень много времени. И придя однажды в одну местность, собрав иудеев, они говорят ему, Павел, мы от тебя ни писем не получали никаких, никаких известий не доходило. Как жаль. Но когда я смотрю на жизнь этих людей, на плод этих людей, на результат их служения, при всей ущемленности, недоразвитости, как мы говорим, технологий, они сделали намного больше, чем сегодня многие люди могут, имея при себе все это. Я хочу вернуть нас сегодня еще раз в послание филиппийцам. Первая глава. И мы прочтем снова несколько этих стихов. Почему-то так волновало Павла. Почему это было его страстным желанием. Что им двигало. И каков результат, если так жить. Послание апостола Павла филиппийцам с 27 текста. Павел из тюрьмы пишет письмо, послание одной из любимых своих церквей. Следующие слова. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я или не приду слышать о вас. Что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во Мне и ныне слышите о Мне. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните Мою радость. Имейте одни мысли. Имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию. Почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Жизнь Павла – это была жизнь, наполненная Христом, потому что его жизнью стал сам Христос. Это не просто жить рядом со Христом. Это жить Христом и для Христа. Это возможно в том случае, когда этот Христос становится твоей жизнью, не частью жизни, а всей твоей жизнью. А это значит, Он занимает все твое сердце, Он занимает всю твою душу. Ты о Нем мыслишь. Ты с Ним желаешь разговаривать, ты с Ним желаешь общаться, ты им живешь. Он твой хлеб, Он твой воздух, Он твоя вода, Он твоя жизнь. И когда Он становится твоей жизнью, то эту жизнь нельзя спрятать. И Павел скажет однажды, когда же явится этот Христос, жизнь ваша, то тогда и вы явитесь с Ним во славе, а если нет, то и нет. А что это значит, когда Христос становится жизнью, что теперь не я, а он, теперь не мне, а ему, теперь нет от меня, а от него, теперь сначала он, а потом, а потом, потом может быть, если останется место и время для меня. Теперь я не свой, а теперь я его. И это отображение было жизни апостола Павла. И как апостол, избранный Иисусом Христом, призванный для служения язычникам, проповедовать благовестие, благодати Божией, устрояя церкви, рождая церкви, я бы так сказал, занимаясь домостроительством этой церкви, он пишет письма. Другого метода не было. Не отправить бы имейл, не отправить какой-то текст сообщения, он пишет письмо. И это письмо должны были люди отнести в определенную местность, в определенную церковь, и там, собрав верующих, прочитать. Что волновало Павла? Волновала Павла жизнь, достойная Бога. Если человек называл себя верующим, он должен был поступать как верующий. Мы не всегда поступаем так. Но Бог оставляет нас в живых для того, чтобы иметь вот эти преобразования в жизни и осознание неправильности наших поступков. Когда мы не всегда свято поступаем по примеру нас, призвавшего вас святого. И Павел просит эту церковь, он пишет в этом послании, он хвалит их, он радуется ими, он молится о них, он переживает о них, он радуется их неверой, их нелюбви во Христа и ко всем святым. За поддержку его служения он благодарит. Но у Павла есть тревога на сердце. Он понимал, что когда два человека очень часто не могут сладить между собой, то намного сложнее, когда этих людей больше, чем два, когда этих людей сотни или тысячи, что их должно собрать вместе, что их должно держать вместе, что их должно стимулировать, каковы мотивы должны быть того, что их держит вместе. Мы понимаем, что вместе держит людей Христос. И что те, кто Христовы, должны поступать в этом мире так, как Христос поступал. Но это не всегда так. И мы сейчас на это посмотрим. Павла интересовало и переживание Павла было то, чтобы эти верующие жили достойно Евангелия, благовестия Иисуса Христа, сверяя свою жизнь с Евангелием. Он просил их, чтобы они стояли в одном духе. И вот за веру евангельскую подвязаясь. Как часто мы недопонимаем одну простую, но очень ответственную вещь. Иногда жизнь человека-христианина, она похожа на отдых на земле. Она похожа на фан, на развлечение. Она похожа, знаете, на такую остановочку после огромной проделанной работы. Но Павел говорит, что человек, который выходит идти за Христом, связывает свою жизнь со Христом, он выходит на войну. Он выходит, чтобы стать за что-то и встать против чего-то. И вот это «за» и «против» очень четко озвучено в Евангелии. За что мы должны стать вместе? И против чего мы должны стать тоже вместе? Потому что вместе – это сила. И об этом пишет Евангелие. В первом стихе мы прочитали с вами. Второй главы Павел пишет, что если есть утешение, утешение в тех скорбях, в которых находился Павел, если есть какая-то отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие, сострадательность, дополните мою веру, мою радость. Дополните мою радость. Как? Как эти верующие в Филиппах могли обрадовать апостола Павла? Чем они могли его утешить? Когда внутренняя жизнь этих верующих соответствовала Божьей семье, Божьим стандартам, Божьим взаимоотношениям. И для того, чтобы это было, Павел говорит им, когда это возможно, а это возможно при наличии единомыслия. Вопрос не стоит в том, какой приправой борщ приправить. Вопрос не стоит в том, из какого материала костюм одеть. Вопрос стоит в том, что есть Евангелие Иисуса Христа. Есть учение Христа. И поэтому учению Христа, верующие во Христа, должны иметь одни мысли. А это возможно при содействии и работе Духа Святого. Потому что стоять в одном Духе, это прежде всего иметь единение с этим Духом, с Божьим Духом. И соединяющийся с Божьим Духом становится одно с этим Духом. И этот Христос, который приходит в жизнь, Он начинает руководить тобой, твоей внутренностью, сердцем твоим и всем твоим естеством. Он начинает двигать тобой. Он начинает побуждать тебя к совершению определенных добрых действий в жизни. Это тот Христос в нас. В этом же втором стихе Павел говорит, что не только мы должны иметь одни мысли. Что мы должны иметь ту же любовь и должны быть единодушны. Одни мысли, возможно ли это? В прошлый раз мы говорили о двух вещах. Мы говорили в прошлый раз о разногласии и разномыслии. Мы говорили, что это разные вещи. Что разногласие – это отсутствие отсутствие или даже просто противоречие друг другу. Но разномыслие, чего нет, мы говорили в Божьем Царстве, в Божьем Присутствии, разномыслие – это искание лучшей идеи решения вопроса. Это то, что должно наполнять верующих. Потому что мы строим один дом, Божий дом, Церковь Божию. И Церковь Божию нельзя построить кто в лес, кто по дрова. Нельзя построить по басне Крылова, лебедь, рак и щука. Это должно происходить в согласии. Это должно... В понимании, что мы идем одной дорогой. В понимании, что мы делаем одно дело. В понимании, что мы делаем одну вещь. Занимаемся домостроительством Церкви Божией. И вот здесь есть лучшие идеи. Они представлены в Писании. Их нужно найти и с этим согласиться. Отодвинув свое, отказавшись от своего, принять лучшую идею, как от Бога, и поступить так. Мы всегда должны думать, как бы поступил Христос? Или как бы сказал Христос? Или как бы сделал Христос? Потому что есть образ мыслей праведника. И если Христос в нас, это ключ. Друзья, если Христос в нас, это ключ к решению вопросов. Если Дух Божий в нас, Дух Христов, это ключ к решению вопросов, потому что этим Духом мы будем движены. Павел говорит о том, что имейте ту же любовь. Если один Бог, если один Господь, и если его любовь Духом Святым излилась в наши сердца, то это та же любовь, которую имеет Отец. Та же, ту же, те же. Заметьте, я говорил не раз и не два. Здесь не стоит перечень такие же, такая же, такую же, а те же. Это говорит об одной природе. Об одной природе любви, Божьей любви. А это значит, что это любовь жертвенная. А это значит, что это любовь бескорыстная. А это значит, что это любовь с нежностью. А это значит, что это любовь до конца, так как Христос возлюбил учеников своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Павел говорит о том, что будьте единодушны между собой. А что это такое, братья и сестры? Возможно ли это? Возможно ли это? Я снова и снова и снова говорю. Кто-то ставит вопросы, говорит, Вене, ну мы же в эмиграции, ты понимаешь, да? Мы в Америке съехали, слетелись со всех концов земли несчастной. И что? А вот это было в Молдавии? Было. А на Украине это было? Было. А в Казахстане это было? Было. Это тот же Бог? Тот же Бог. Это тот же Божий Дух? Тот же Божий Дух. Это та же Личность Христа? Та же Личность? Это тот же Павел? Тот же Павел. И мы не можем списывать на это. Потому что в Божьей семье есть действие Божьего Духа, что является определяющим для Церкви Его, потому что она им устрояется. Интересно, что единодушие оно может быть и на добро, и на зло. Когда мы читаем в книге «Деяния апостолов», два примера. Два примера «Деяния апостолов», 7,57. Посмотрите, что сказано здесь. «Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него». На кого? На Стефана. Оказывается, что там, в Синедрионе, не осталось ни одного человека, включая Савва. Не осталось ни одного человека, который бы не встал со своего стула или со своего места для того, чтобы устремиться на Стефана. Скажите, это единодушие было на добро или на зло? На зло. Они не понимали, так как и те люди, которые Христа распинали, что они делают зло. Если мы перевернем только несколько страниц назад, вторая глава «Деяния», посмотрите. Вторая глава «Деяния», 46 текст. «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца». Это тоже единодушие. Но оно другого рода. Это единодушие на добро. Люди понимали это добро, необходимость этого добра, и их тянуло друг к другу. Это единодушие на добро. Знаете, очень часто на примере семьи можно проиллюстрировать очень красочно. Когда дети маленькие, это все переживали этот момент, когда дети маленькие, они всегда с тобой, правда? Когда дети подрастают, они всегда с тобой, они привязаны к тебе, они зависимы от тебя. И тогда семью собрать, если особенно она большая, семью собрать просто и легко, потому что папа сказал, и все сделано. Но когда дети подрастают, у каждого начинается жизнь, учеба, работа, движение и так далее, и так далее, начинает сложнее и сложнее и сложнее эту семью собрать вместе. Но бывают же моменты, когда эта семья все-таки собирается, правда? Когда это случается. Это не обязательно горе. Это не обязательно какая-то потеря. Нет, абсолютно не обязательно. Но когда нужно решить какой-то вопрос, когда происходят какие-то события и так далее, и так далее, вот тогда семья собирается вместе. Вот тогда все вместе. В Деянии этой же, этой же книге Деяния, 15 глава, посмотрите, мы говорим, что это собор апостольский, пресвитерский собор. На этом соборе решались очень важные вещи. Принимались доктринальные, я бы так сказал, вещи. И в 15 главе, 25 тексте, посмотрите, что говорит Иаков, то мы, собравшись, единодушно рассудили избрать мужей. Важность решения этого вопроса была настолько великой, что это необходимо было для того, чтобы собралась вся церковь, собрались все пресвитера, собрались все апостолы. Важность решения этого вопроса была настолько велика. И от того, насколько велика наш вопрос или важность этого вопроса, так мы на это и реагируем. Как должно быть, друзья, так должно быть в семье. А как есть? А есть так, что на практике не всегда так. Что приводит к такому состоянию? Что очень часто разделяет людей? Что очень часто разделяет людей? Но прежде, чем коснуться этого вопроса, я скажу некоторые условия, которые служат для того, чтобы люди были вместе, служат или приводят к единству. Прежде всего, для того, чтобы люди были едины вместе, я говорю о верующих людях. Я говорю о людях, которые пошли за Христом. Почему они вот здесь вместе? Или те другие вот там вместе? Или те, или там вместе? Почему? Все веруют во Христа. Но мы не собрались все на одной площади. Все верующие во Христа Ванкувера. Каждый из нас находится в определенном помещении, в какой-то, мы говорим, поместной церкви, что привлекло тебя сюда. Я скажу, что людей условием для того, чтобы люди были вместе, должно служить одно вероучение и практика служения. Это одно из условий, которое необходимо для того, чтобы люди верующие были вместе. Это одно вероучение по Евангелии Иисуса Христа. Вот почему. Тот, кто решил жениться или выйти замуж за человека из другого вероучения, вы должны очень хорошо подумать, что вас сближает, что вас тянет друг к другу. Внешность, красота, богатый папа, или должно держать то, что внутри, стержень духовный. Один взгляд на Писание, один взгляд на Бога, один взгляд на духовные вещи, вы собираетесь строить семью. Как? Если вероучения у вас разные. Так не было раньше, братья и сестры. А сейчас это норма. И мы говорим, что это одно из отступлений. Но каждый делает так, как считает нужным. Людей одно из условий, это одно вероучение. Следующее, эти доктрины, они взяты из Писания. Из Писания. И мы сейчас на это посмотрим. Следующим условием, которое должно соединять людей вместе, это духовное рождение. Мы говорили об этом. Это духовное рождение в Божью семью через крещение Духом Святым, а потом и водительство этим Духом. Это значит полное послушание Писанию. Я не против традиций. Они есть всегда и везде. Есть хорошие традиции, есть плохие. Это совсем другой вопрос. Но меня тревожит следующее. Сколько в том, что мы делаем, нашего, а сколько Божьего. Сколько в наших служениях, в практике нашей христианской, от Духа Божия, а сколько нами придуманного. Сколько. А ведь мы должны стоять вместе не за что-то свое, личное, наше. У нас его нет просто. У нас есть то, что должно интересовать его, главу церкви, Христа. И все то, что мы делаем, мы должны обосновывать, обосновывать позиции Писания. И мы должны возвращаться туда. Для того, чтобы жить, для того, чтобы действовать вместе, это очень необходимо. Вера евангельская. И за эту веру церковь должна стоять. Это не сидеть и не лежать. Это не быть в расслабленном состоянии. Мы на войне. Церковь должна за веру евангельскую стоять. Мы на войне. А это значит, что церковь Христа, она должна иметь единое представление о Боге. Мы вспоминали с вами этот текст Писания. Умоляю Еводию и Синтихию мыслить тоже о Господе. Если у нас разные представления Бога, если у нас разные представления Христа, ну, то мы просто так вместе собрались. Людей объединяет одно представление о Боге. Божий взгляд на Христа, на Его непорочное зачатие, на представление о Святом Духе, на представление о спасении, на доктрину о Церкви Божьей, на представление о непогрешимости и Богодухновенности Писания, которое мы держим в руках. Один взгляд, одни мысли, одно вероучение. И вот тогда не будет никакого страха ни у одного пастыря, что кто-то выйдет сюда из братьев этой церкви и будет проповедовать не то, что он слышал раньше. Почему? Потому что у них один фундамент, у них одна истина Христос, у них одно непогрешимое Евангелие. И я очень благодарен тем, кто прошли перед нами за то, что это непогрешимое Евангелие, они донесли нам. Евангелие Иисуса Христа, Божьей благодати. Это представление о творении, друзья. Это представление о семье. Это представление, это Божий взгляд, что однажды Бог так создал, и ничего не может поменяться, что бы люди не предпринимали, какие бы законы не издавали, есть Божий взгляд на семью. Есть Божий взгляд, когда распадается семья. Почитайте все переводы, кроме русского, и вы найдете в Писании, что Господь говорит, «Я ненавижу развод». Знаете, это текст Писания. Только в русском переводе Библии сказано, если ты ненавидишь, отпусти ее. Почитайте английский перевод, почитайте украинский перевод, почитайте другие переводы Писания, и вы увидите, что Бог говорит так, «Я ненавижу развод». Это Божий взгляд на ценность семьи, что так сегодня утрачено. Последний момент хочу сказать, друзья, что если есть условия, если есть условия для того, чтобы люди были вместе, это рождение у Божьей семью, это один взгляд на Евангелие, это представление о всем том, что я говорил, то есть вещи, которые мешают, мешают быть людям вместе, мешают, разделяют их. Один из моментов, он записан в послании Павла Коринфянам. Третья глава, очень известный текст. Первое послание Коринфянам, третья глава, с первого по четвертый текст. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас с молоком, а не твердую пищу. Ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Оказывается, что мешает единству верующих людей, это наличие в церкви духовных и плотских христиан, у которых полюса очень разные. Эти мысли о духовных вещах и стараются на созидание этих вещей работать, а эти мысли о плотских вещах и на эти вещи работают. Павел говорит, они не смогут ничего эффективно построить. Более того, когда мы читали послание филиппийцам, то в этой же главе Павел будет говорить следующим стихом. Посмотрите, он говорит, ничего не делайте по любопрению или по тщеславии. Что это? А это наше самолюбие. Это мое я. Это моя гордость. Это превозношение. Это слава. Когда перевернем страницу, Павел будет говорить, что это слава, которая в сраме. Это не Божья слава. Разное понимание вопросов домостроительства церкви. Разъединяет людей. Братья и сестры, и последнее, это пагубное влияние самого дьявола, которому мы не должны давать место ни в жизни, ни в сердце, нигде. Какой вывод мы можем сделать? Мы вывод можем сделать следующий, друзья, что наше настоящее единство, оно только во Христе возможно. Прежде всего. Только во Христе возможно. Подводительством Святого Духа. Не моего чего-то, не нашего чего-то. Ни надуманного, ни надуманного, ни придуманного, ни дописанного. А Божьего. И если так говорит Бог в Писании, то кто я, чтобы сказать иначе? Это вывод, что единство наше, оно только возможно при наличии центра Христа. И второй момент, это наша ответственность за сохранение этого состояния в союзе мира. Я хочу вам сказать, что не любым путем. Некоторые люди говорят, надо любой ценой. Нет, не любой ценой. Нет. Потому что любая цена, это может быть и диктат, и насилие. Но это не служит единству. А вот союз мира при таком количестве людей, при такой массе взглядов сохранять это состояние, вот это да. Это победа. И эта ответственность лежит на каждом верующем, который сопричислен к Божью семью. Нельзя любить Бога и одновременно пытаться дружить с этим миром. Это не единство. Нет. Есть вещи, друзья, ценные, а есть не очень. Есть вещи по стоимости, и отношение поэтому к таким вещам будет адекватное. Если Иисус ценен, если Евангелие Христа ценно, если присутствие Бога ценно, если отношения Божьи ценные, то они выстраиваются, созидаются. вот почему оно и называется домостроительство. Это стройка Божья. Не просто здание, а людей, рожденных от Бога, которые учатся любить друг друга. Об этом просил Павел. Мы сейчас будем молиться. Это нравится Богу. И этому завидует дьявол. Это незнакомо этому миру. Но это Божий путь к победе. Вера чья, друзья? Не моя и не ваша. Евангельская, Божья. Вера спасающая. Вот за эту веру, Евангельскую, Церковь Божия, должна вместе стоять до самого конца. Аминь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова